Я уже рассуждала над тем, как, например, Павел мечтал о том, чтобы объяснить народу, сколько великого совершил для нас Иисус. Вот в основном мы говорим о том, что даже сегодня говорили, Он нам родился, принес спасение, прощение грехов. И я думаю, что это везде, во всех церквях все говорят об этом, и это так. Но разве только это? Я вспомнила, как Павел говорил, не будем полагать все время основанию, не будем проповедовать все время о том, чтобы оставьте грех, придите в спасение. Иисус принес спасение. Он хотел объяснить, что есть гораздо глубже. Гораздо глубже познать можно Бога. Иисус принес много больше, чем мы думаем. И вот Павел пытался вытянуть церковь на этот уровень. И мне тоже хочется тянуть вас на этот уровень. Показать вам и глубину, и высоту, и широту, и долготу того, что совершил Иисус для нас. И главное, что это воля Отца. Это Отец затем послал Иисуса, чтобы нас в это ввести. В эти глубины. Спасение — это только двери. Пошли через эти двери, и что, и стали? Но Иисус сказал, я путь. Куда? В небеса. К Отцу, к престолу. А путь — это значит каждый шаг, что-то такое. Что приближает тебя к Нему. Приближает. То есть больше и ближе к святости. Ближе и ближе к престолу благодати. Об этом можно говорить очень много, вы знаете. Потому что это действительно путь. И я хочу сегодня поговорить еще об одной мечте Павла. Но это не только мечта Павла, это моя мечта. И я уверена, что это мечта многих сидящих здесь. Филиппийцы 3, 8-11. Что сказал Павел однажды? Я все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса. Вы знаете, я бы на этом остановился и говорила бы на эту тему. Это уже целое слово. Что Он все почитает читой. То есть Он жертвует всем. Он платит цену. Потому что считает, что это превосходство познать Христа Иисуса. И что вы, какой делаете вывод? Павел не познал? А, оказывается, познание — это тоже путь. Это тоже процесс. Но мы пойдем дальше. Итак, Он говорит превосходство познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. От всего отказался. Насколько Он почитал это драгоценностью, что Он от всего отказался. Он считал Христа как хреста, поэтому Он считал, что Он употреблялся для всех других вещей. Все почитаю за ссор. И теперь основное. Чтобы приобрести Христа и найтися в Нем. И основное, что я смогу получить Христа и найтися в Нем. Найтися во Христе. В Нем. Не со своей праведностью, которая от закона. Но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Дальше. Чтобы познать Его. И силу воскресения Его. И участие в страданиях Его. Сообразуясь смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Итак, о чем я хочу поговорить? О мечте Павла. И о моей мечте, о которой я молюсь уже некоторое время особенно. Как он хочет найтись во Христе. Я хочу найтись. В Нем. В Его мире. То есть в Боге. Я хочу войти в этот мир Бога. В Его присутствие. Не так вот, как мы почувствовали, мурашки побежали. Это не то. Это прикосновение. Его присутствие. И ты, когда в Его присутствие, это совсем другое. Это находиться там, где Он обитает. Не там, где Он посещает. Вот вы сейчас находитесь там, где Он посещает. Он посещает церковь. Он приходит. Иногда мы молимся, и Он посетил нас, пришел. Но мы фактически с вами уже призваны находиться там, где Он обитает. Можно назвать это четвертым измерением. Можно назвать небесами. Его престолом. Но я вам скажу, это реальное присутствие Бога. Реальные отношения с Ним. Это открытые небеса. Я услышал от Бога, что Его желание чтобы мы ходили под открытыми небесами. Вы вообще понимаете, что это такое? Вот сейчас у нас закрывается небо под небесе, закрывает нам небеса. И мы с вами каждый раз пробиваемся, пробиваемся. Совершаем прорыв и счастливы, что прорвались. Но вы представляете, ходить под открытыми небесами. Жить под открытыми небесами. Это то, к чему мы, собственно, призваны. К чему нас Бог влечет, влечет. Находиться там, где Он открыт для нас. Реален. И все Его действия реальны. И я хочу служить Ему, находясь там. В этом месте. На небесах, во Христе. Найтись. И это открыто мне, что это возможно, что это нужно. И мой Дух тянется туда, и я тащу вас. Потому что мне очень хочется, чтобы мы все вошли туда. Туда, где мы призваны быть. И вот молимся об этом мы. С вами. И я верю, что это состоится. Вы знаете, я испытывала несколько раз в своей жизни эти моменты. Когда я открывалась, вернее, не открывалась, небо открывалось и бралась туда. В то место. Одно из них я вам расскажу, когда я стояла перед престолом своей нуждой. Мне нужда была быстрая помощь. Вы знаете, когда я стояла там, в открытых небесах, и попросила, я увидела, как он махнул рукой. На эту проблему вышли молнии. Через три минуты эта проблема была решена. У нас живой Бог. Мы должны пройти туда и должны войти в небеса. И я хочу вводить вас глубже и глубже. Сама хочу входить и вас входить в глубокие отношения и ощущения Бога. Мы все можем говорить это на теории, но нужна практика. Мы должны стоять там, где мы собственной призваны быть. Конечно, мы здесь будем на земле, но Дух наш. Дух наш должен быть на небе. Об этом говорил Павел тоже. Он говорил, что плоть его хоть и на земле, но он посажен на небесах, и мы посажены на небесах. Но мы хоть и посажены на небесах, но если не откроется, будем чувствовать себя землянами. Вы знаете, еще что мне открыто, и к чему тянусь, это к отношениям с Отцом. Я понимаю, что многие молятся и говорят, Отец, Отец, но все-таки видится Христос. Но ведь можно иметь отношения непосредственно с Отцом. Иисус этого хотел. Ведь Он пришел, чтобы привести нас к Отцу. И апостолы это знали. И они общались с Отцом через Иисуса Христа. Без Него это нереально невозможно. Но когда мы во Христе оказываемся у трона, реально перед Отцом, я вам говорю, за три секунды решается многое. Поэтому очень важно понять, где мы во Христе. И поэтому Павел, будучи апостолом, таким служителем великим, говорил, я хочу найтись во Христе. Найти себя. Где я? В каком месте? Во Христе? В каком месте? Я вам скажу, Христос принес нам такую возможность. Благодаря Его жертвенной крови, благодаря Ему мы можем там быть, на небесах, с Отцом. И посмотрите, что сказано к Ефесянам 2.6. Что сделал Бог? Воскресил с Ним нас. Нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Посадил уже. Уже воскресил и посадил. Это не будет когда-то. Не сказано. Воскресит, когда вы умрете. Посадит. Нет. Уже совершенное действие. Фактически. Наши имена уже там, наш Дух уже там должен быть. Уже посадил. А где Иисус посадил? Куда Отец посадил Иисуса? Кто знает из вас? Знаете, одесну и Отца. По правую руку Отца. Вы представляете, где во Христе Иисусе мы можем сидеть? По Христе Иисусе. По правую руку Отца. Вы можете Духом увидеть это? Можете увидеть, что вы у Отца сидите рядом? Ну-ка посмотрите своим Духом. Загляните. Где вы сейчас? Отец сидит по правую руку. По Христе Иисусе. Вы должны быть там, если это нам открыто. Что такое сидит? Вы знаете, представление сидит, это обязательно сидит. Сел и сидит. Но вы знаете, когда царя короновали, говорят, воссел на царство. Это же не значит, что он сел и сидит на кресле. Сидит — это статус. Понимаете? То есть, Бог дал ему статус, быть правой рукой его. Это то место, которое получил Иисус. И зачем он это получил? Вы знаете? Это место, которое Иисус получил, и вы знаете, для нас? Он получил это для нас. Это его была надежда для нас. Что если он это все пройдет и заслужит, нас посадит. И он сказал после этого, да на всякая власть. Вы слушайте, что я вам говорю. Когда? Когда он воссел. А где мы? В Иисусе Христе? Где мы? Посажены на небесах? Мы внутри Него, а Ему дана всякая власть. Но если мы этого не увидим, не осознаем, если это не придет к нам как осознание, мы не будем пользоваться этим. Посмотрите, как Павел молился. Он очень правильно говорил, если вы сейчас услышите. Ефесяна, первая глава, 17-23. Он молился, чтобы Бог, Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Извините, о чем мы должны молиться? Я думаю, мы должны молиться, Господи, дай нам премудрость, откровение к познанию, к познанию Иисуса, к познанию и просветлению очей наших, нашего сердца, естественно, очей, чтобы мы увидели, чтобы мы познали вот эту надежду Иисуса Христа для нас. Какое богатство славного наследия Его для святых, не для Него только, для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас. Верующих по действию державной силы Его. Но если откровения не будет, если мудрость Бог не даст, не узнаете. безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой вот этой державной силой Он воскресил, Он воздействовал во Христе, Воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя себя на небесах. Превыше всякого начальства, власти и силы и господства и всякого имени именующего не только в всем веке, но и в будущем. и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которая остела Его полнота, наполняющая все во всем. Сейчас вы слышали, что Иисусу Христу принадлежит? Где Он воссел? Какую власть получил? Что Ему все покорилось, все поклонилось? Он превыше всего? А вы где? А мы в Нем. Вы понимаете? Когда поклоняется все Ему и все покоряется Ему кому? Мы в Нем. Вы понимаете? Это все уже есть. Это все есть. Но если нет премудрости от Бога и нет откровения, ничего не видим. Но это наше место. Это то, ради чего Иисус пришел, не только ради спасения. Не только ради того, чтобы грехи простить. Он пришел ради вот этого. Понимаете? Посадить нас по правую руку Бога. Вы понимаете статус человека? Какой великий статус у человека. Сесть одеснуя Отца в Иисусе Христе, конечно. Вот так мы Духом уже там посажены. По правой руку Отца. Как нужно, чтобы получили вот это откровение. Что такое откровение? Когда тебе что-то открывается, оно твое. ты начинаешь этим пользоваться. Пока тебе это не открылось, ты просто читаешь. Ты даже соглашаешься, но оно не твое. Понимаете? Сколько чего из Писания мы читаем, соглашаемся, но оно не ожило в нашей жизни. Чтобы ожило, нужно откровение. Сколько раз вы ко мне подходите и говорите, мне открылось. И все, и то, что открылось, уже действует тебе. Поэтому Павел молился о том, чтобы открыл Бог. Дал это откровение, премудрость дал. Просветил очи сердца, чтобы это было бы открыто. Наш Дух уже имеет право дых дых